Более двухсот научных статей, семьдесят монографий и тридцать четыре книги поступило на рассмотрение конкурсной комиссии, в состав которой вошли известные казахстанские ученые и эксперты. В течение полугода шло детальное изучение работ конкурсантов. В результате были определены три номинации, в каждой по несколько дипломантов. Главными критериями отбора стали такие факторы, как видение автора и аналитика. В будущем мы, я думаю, будем менять критерии, что-то будем усиливать, что-то будем уточнять и заранее будем объявлять, потому что в этом году, может быть, короткое было время, за полгода дали объявление. А сейчас мы объявим, чтобы в течение года у наших преподавателей были возможности. Что это дает для сферы образования? Во-первых, мы говорим о том, что есть с чем положить на стол, есть что показать, есть труды, есть результаты деятельности, есть результаты размышлений. Книга доктора технических наук, экс-министра науки и образования Республики Казахстан Бахджана Жумагулова «Человеческий фактор. Хроники министра» по решению конкурсной комиссии признана лучшей в номинации монография. Автор признается, это не мемуары, это анализ, проведенный человеком более 45 лет своей жизни, посвятившим сфере образования. Подобные конкурсы, считает профессор Жумагулов, это большая возможность, прежде всего, для молодых ученых, заявить о себе не только на казахстанской научной арене, но и на мировом уровне. Это же здорово! Люди будут стараться, чтобы выдвинуть свою работу, увидеть, насколько они прогрессируют, хорошо работают, есть возможность сравниться с кем-то, понимаете? Эта ассоциация делает большую работу. В планах ассоциации проводить конкурс ежегодно и даже создать специальный призовой фонд. Но не это должно послужить основным стимулом для конкурсантов. Их работы будут переведены на английский язык. Следовательно, труды казахстанских авторов могут появиться на книжных полках по всему миру. Салтанат Шура, Елкун Жанна Шемжанов, телеканал Алматы.